Главная цель всего этого спортивного великолепия — повысить интерес людей к активному и здоровому образу жизни, представив им различные виды спорта и хобби на практике. Несколько десятков клубов по интересам предлагают посмотреть на жизнь по-новому. Иными словами, те, кто мечтал заняться боксом, могут прекратить комплексовать. А смогу ли я? И попробовать надеть перчатки и узнать, как правильно боксировать. По словам организаторов, если у большинства школьников в среднем по физкультуре тройка, то вывод напрашивается сам собой. Их никто толком не консультировал. И тем же троечникам просто не хватает доступной информации о возможностях занятия подходящим, именно для них спортом и проведении активного досуга. А тут вам такой совет охотно дадут. Детишки — наше будущее. И чем раньше мы заложим вот именно то, чтобы они двигались, чтобы они больше проводили времени на улице, а не за кнопкотыканием, как говорит один известный юморист, тем быстрее мы можем получить действительно то, что детишки будут более здоровыми, будут лучше учиться, потому что это уже не только мы говорим, это говорят и ученые, что те дети, которые занимаются активно физическим занятием, у них и успеваемость лучше, у них концентрация лучше, ну и здоровье в первую очередь. От направлений, которыми можно заняться, буквально рябит в глазах. Фитнес и культуризм, бильярд, диск-гольф, пейнтбол, скалолазание, серфинг, бег, танцы, ориентирование, водный спорт, тайский бокс, велосипеды, ролики, самокаты и прочее. В число участников также входят различные парки развлечений, спортивные базы и молодежные центры. Парк развлечений — это не только отличная возможность весело провести время всей семьей, но и испытать себя, залезть на высоту, спуститься по тросу. И главное — все это в лесу и на свежем воздухе. Как ни странно, но на ярмарке представлен и парашютный спорт. Все желающие могут не только поближе познакомиться с различными видами, но и примерить настоящий парашют, который, кстати, весит порядка 10 килограммов. Посоветоваться с профессионалами своего дела и, возможно, решиться испытать себя на прочность и прыгнуть с высоты 3000 метров. На ярмарке можно познакомиться и с ребятами, которые предпочли спортзалом тренировки на улице. И с удовольствием делятся опытом, как на обычном турнике научиться делать невероятные трюки. И что же такое стрит-воркаут? А уж это точно не требует никаких вложений. Суть воркаута в том, что это уличная гимнастика. Вы можете спокойно заниматься на улице без тренера, вам не надо платить деньги. И вы сами добиваете своих целей. При этом у нас есть очень много друзей, которые тоже стали этим заниматься. И мы друг у друга собираем опыт и уже занимаемся этим более пяти лет. Ну а для тех, кому объем бицепса не так важен, есть и довольно экстремальные виды спорта. Чтобы проверить свои силы, гости ярмарки могут поближе познакомиться со скалолазанием. Инструкторы уверяют, здесь, конечно, важна и хорошая физическая подготовка, и сильные руки, но попробовать может каждый. Это довольно безопасно и очень весело. Даже если люди очень боятся высоты, тем не менее, можно прийти полазать и посмотреть свои страхом глаза, так сказать. Сторовский такой спорт, поскольку он довольно спокойный, но при этом требует даже больших физических нагрузок и силы. Прокатиться на скейтборде, встать на доску для серфинга, узнать о таком виде спорта, как пол-дэнс или танец на пионе. Оказывается, это довольно новое, но уже весьма популярное направление, которое сочетает в себе элементы хореографии и шестовой акробатики. Этот праздник спорта в столичном ледовом холле Тонди Раба будет продолжаться до воскресенья 8 мая. Игорь Зина, Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Болотский канал.